Всем привет! Меня зовут Кристина, я альтистка и скрипачка, и сегодня мы обсудим с вами такой вопрос Стоит ли во взрослом возрасте начинать заниматься скрипкой? В каком возрасте дети начинают заниматься скрипкой? Обычно это происходит в возрасте 6-7 лет, когда они идут в школу, их родители отдают также в музыкальную школу Есть различные уникамы, которые занимаются с 3 лет, такие у нас учились в консерватории Также есть те, которые занимались с 11 лет, в общем возраст разный, но в среднем это 6-7 лет Как построено обучение музыке? Обычно это три ступени, музыкальная школа, музыкальный колледж и консерватория Музыкальная школа и колледж иногда объединяются в музыкальный интернат, десятилетка, как в России называется Что происходит? Маленький ребенок идет в музыкальную школу, где 7 лет его учат играть на скрипке Для примера, флейта, гитара, какие-то народные инструменты, 5 лет На скрипке ребенок учится играть целых 7 лет И знаете, что происходит на выпуске из музыкальной школы? Ребенок играет на скрипке, но это не то, что мы привыкли слышать Знаете, хочется сказать, что когда ребенок заканчивает музыкальную школу, он еще не умеет играть на скрипке С одной стороны он вроде умеет играть, а с другой стороны вроде бы как будто бы и не умеет Всему остальному учат уже дальше, в колледже и в консерватории В колледже учатся 4 года, в консерватории 5 Опять же, там что-то поделилось 4 и плюс 2, и того можно 6 лет учиться А, или нет? Ладно, я училась в общем 5 лет, поэтому точно не могу сказать После окончания музыкальной школы сложно называть себя скрипачом, каким-то профессиональным Условно говоря, даже пойти играть в ресторане человек не сможет с таким образованием А это я напоминаю целых 7 лет Просто подумайте, что такое 7 лет, это дофига И после этого навыков как таковых, они как бы есть Есть база, есть основа, на которую накладывается все остальное Так скажем, это самое главное закладывается Но это еще не какой-то профессиональный музыкант Да, он может сыграть на празднике для тети Оли что-нибудь Ну, в общем-то, и все Да, есть уникумы, которые там классно играют по окончанию музыкальной школы Но скажу, что среднестатистический ребенок, ну так себе Есть дети, у которых родители уже музыканты И они знают, сколько нужно заниматься, как нужно что делать Они ребенку своему помогают, конечно, там другой результат Но опять же, повторяю, я говорю про среднестатистического ребенка И среднестатистической немузыкальной семьи Так вот, заканчивается семь лет, и дальше мы переходим в музыкальный колледж Что происходит в колледже? В колледже, мне кажется, происходит самое основное Ты уже учишься специальности Это твоя специальность, ты это понимаешь Ты занимаешься квартетом, камерным ансамблем Собственно, специальностью оркестром Произведения не усложняются На основе уже базы, как водить смычком по скрипке Уже добавляются какие-то такие тонкости Которые в дальнейшем как раз приводят к вот этому звучанию скрипки К этому красивому, тембристому Когда звук можно по-разному закончить И это будет красиво Самое главное, мне кажется, оно дается в колледже Потому что в консерватории уже, так скажем, уже такая надстройка В колледже человек учится четыре года Семь плюс четыре равно одиннадцать Итого мы имеем одиннадцать лет На выпуске из колледжа я думаю, что уже что-то может быть Да, уже можно играть в ресторанах Меня интересуют только рестораны Можно уже работать в оркестре Можно уже где-то играть Можно красиво извлекать звук, делать так, как ты хочешь Так вот, это целых одиннадцать лет И дальше уже пять лет консерватории Уже это все навыки совершенствуются Разные преподаватели, они дают свой опыт Все это совершенствуется, совершенствуется и совершенствуется Итого сколько лет? Одиннадцать плюс пять Итого шестнадцать лет Хочу также отметить, что в музыкальной школе дети маленькие Обучение маленького ребенка и взрослого человека Оно будет кардинально разным В музыкальной школе все строится только на практике Там нет теории Там есть только практика Представь, что у тебя яблоко Играй так, как будто бы у тебя в руке яблоко Когда учат играть на фортепиано Я даже помню стендап Марии Марковой, по-моему Когда ей сказали, что нужно играть, как будто бы у тебя в руках яблоки Я наиграла вот так В общем, шутки в сторону Никаких шуток в музыкальной школе И в музыке в целом Это серьезный труд Каждодневный В музыкальной школе, если дети особо не занимаются То в колледже там уже конкретные занятия А в консерватории там уже просто Ну, я не знаю Уже живешь с инструментом, спишь Вот только спишь, утром встал Всял скрипку, альты или у кого там что И вперед Работа, учеба Ты везде играешь После надо позаниматься И какие-нибудь еще сверху там камерные, некамерные Кто-то уже халтурит Играет на каких-нибудь концертах Все Ты просто днем и ночью Днем и ночью Сможет ли взрослый человек столько времени уделять инструменту? Ответь мне на этот вопрос Я думаю, вряд ли Так вот, вернемся к музыкальной школе Все обучение в музыкальной школе построено только на практике Никто не объясняет тебе теорию Когда училась в музыкальной школе, мне это было странным Я это помню Помню, что мне это было странным У меня ощущение было, что как будто бы что-то не полностью дают Тебе что-то показывают Ты как будто бы повторяешь, но ты как будто бы полностью не понимаешь, что происходит Когда я пришла в колледж, там появился такой предмет, как педагогика Потому что в колледже уже выращивают специалистов, которые будут работать в музыкальной школе И вот, когда начался урок педагогики, в моей голове все встало на свои места Мне кажется, что практика и теория, они неотделимы друг от друга в музыке Но так принято, что раз дети маленькие, они ничего не поймут Поэтому нужно как практикой заниматься Не знаю, я не совсем с этим согласна Мы подходим к самому главному Сможет ли взрослый человек научиться играть на скрипке Так же, как ребенок с 6 лет, учащийся в музыкальной школе и дальше Сможет ли он играть так же? Обучение взрослого человека будет строиться совсем по-другому, чем обучение ребенка У взрослого человека уже есть мозг Не в обиду детям, но дети мало что понимают Взрослые все понимают И у меня было несколько учеников, когда я уже заканчивала консерваторию Последний год я начала преподавать Преподавала я взрослым, потому что взрослым людям не нравилось преподавать больше Понимают Ты можешь и теоретически им рассказать, что должно, что они должны почувствовать Как должно быть Что, зачем, почему Причина следственной связи Объяснять это взрослыми словами Не кошечка взяла смычок, хотя кошечка взяла смычок Это классное объяснение Объяснять взрослому человеку, на мой взгляд, гораздо проще Гораздо легче Ему легче понимать Во-вторых, у взрослого человека обычно есть цель Для чего он хочет научиться Он хочет, например, покорить всех своей игрой На дне рождения или на свадьбе или еще что-то Ко мне один раз пришел ученик и сказал Моя девушка пошла учиться играть на скрипке Я слушаю, как она играет И я понимаю, что я могу сыграть лучше И я хочу ей это доказать И поэтому я пришел к вам Кстати, хорошо у него получалось Отвечать на вопрос Сможет ли взрослый человек научиться играть так же За более короткое время, чем ребенок Учащийся с шести лет и до двадцати четырех Как было у меня Ответ нет Конечно, взрослый человек, потратив словно четыре года Он не сможет начать играть с каприсой Паганини Да и кто будет учиться четыре года? К музыке часто относятся так Развлечение Музыка — это далеко не развлечение Я бы даже сравнила это со спортом Это труд Постоянный Постоянный труд, когда ты уже устал Но нет, тебе надо заниматься Стоит ли взрослому человеку учиться играть на инструменте? Я думаю, что да Почему? Первое — это в целом расширит ваш кругозор Если вы никогда не занимались музыкой Музыка — это огромный мир Игра на инструменте развивает мозг Тебе нужно управлять одной рукой Делать что-то другой рукой Я скажу так Если вы не сможете сыграть каприс с Паганини Оно вам это и надо вообще В целом можно взять что-то более легкое И это выучить Я бы даже сказала, что каверы на своем канале, который я играю Если скачать ноты, сыграть по нотам Это будет очень просто Для этого можно и не учиться Сколько я сказала? 16 лет Так вот, какой вывод я хотела сделать этим видео? Учиться взрослому человеку на скрипке Мне кажется, включая мозг, как бы легче Обучение идет быстрее Если вам достаточно сыграть какого-то L-проблема На скрипке Или рыбака Этому можно научиться Поэтому дерзайте Учитесь Развивайте ваш мозг Развивайте себя И подписывайтесь на мой канал Я буду рассказывать вам что-нибудь интересненькое И также под моими каверами Всегда есть ноты, которые вы можете скачать И пытаться их учить Тем самым развивать свой навык игры на инструменте Всех целую Всем пока